Всем привет! Сегодня я снимаю вам видео о своем ежедневнике, давно я этого уже не делала, и с необычного ракурса. И я буду украшать завтрашний разворот наклейками, которые я заказывала на Алиэкспресс. Также покажу, что изменилось за все время в моей методике планирования. Понедельник 27, у меня это завтра. Здесь очень мало заданий, если сравнить, например, с пятницей. Кстати, мясо я вынула. Это, наверное, потому что у меня в моей школе не очень удобное расписание, и у меня тут сначала английский пара, потом беспрерывное четырехчасовое занятие. Расписание класс. Тут, в принципе, вы никаких изменений с тем, что я в прошлых видео показывала, не увидите, но, например, вот здесь. Вы можете заметить, я стала ставить звездочки. Я так делаю возле заданий, на которые требуется больше усилий, концентрации и моего внимания. Также, когда у меня прям много-много-много всяких дел, и они идут каждое через полчаса или через час, я разделяю их цветами, чтобы не запутаться. Еще хочу рассказать вам одну вещь, поскольку у меня между английским и компетенциями 4 часа свободного времени, а домой я могу связи где-то на 2 только, то я решила сходить в магазин Forever 21, у нас его недавно открыли, 25-го. Я туда пошла в субботу, но посмотрела, у последнего был номерок 1500 какой-то, развернулась и думаю, приду в другой день. В понедельник, думаю, будет уже поменьше народа. Хочу сначала наклеить вот такую вот наклеечку. Очень романтичные, они с цветочными рисунками, что как раз подходят к весне. Приходят они в такой квадратной коробочке, где потом их очень удобно хранить. Единственное, что мне не понравилось, так это некоторые надписи, как например, For You, Для Тебя или Спасибо, потому что это не подходит к ежедневнику. Но если вы их собираетесь использовать для того, чтобы украшать свой личный дневник или письма, то они как раз для вас. Наверное, где-то здесь, потому что у меня тут написано Run, Run, о. Вот эта вот маленькая одна такая, она единственная подходит. У этих стикеров очень лесная тематика, бегаю я как раз по лесу, стараюсь ей делать это хоть сразу после университета, но тут у меня просто нет выбора, поэтому я решила утром. У меня лесополоса напротив дома, и мне очень нравится, особенно после занятий сразу. Это восстанавливает когнитивные способности, и я даже начала замечать в последнее время, что когда прихожу после занятий, думаю, что сейчас буду устал, что мне будет плохо, и я ничего не смогу сделать, то я когда возвращаюсь, у меня столько энергии, и я просто даже не ложусь, не сажусь и начинаю что-то делать, свои задания выполнять по списку. Вот так вот. Здесь, кстати, тоже есть вот такие вот деревья, но я хочу взять какую-нибудь маленькую очень пимпочку. Эти наклеечки явно мой фаворит, хоть они и самые дешевые, и выглядят немного по-детски, но мне нравится именно сам процесс поиска той единственной необходимой, которая подойдет мне сейчас, и я определенно буду заказывать такие еще и похожие именно на эти. Приклею здесь вот это вот Let's Go, потому что понеделик можно считать тем днем, когда я начала бегать, хотя я сделала это в воскресенье, и даже раньше я все начинаю с воскресенья, потому что я еврей, в душе только, правда. Эти наклейки тоже милые, нежные, но в отличие от предыдущих, не такие интересные для меня, потому что они все однотипные, и как по мне, так больше подойдут для того, чтобы исправлять какие-нибудь ошибки в вашем расписании, но, конечно, если вам нравится именно такой стиль, они вам отлично подойдут, и, конечно же, эта вот бабочка, которая их так держит, скрепляет и закрывает, очень удобно. Вот эти вот очень красивые, мне нравятся, и я уже знаю, какую наклейку хочу приклеить. Это я не делала уже где-то месяц. Если вы смотрите мой канал, то знайте, что у меня есть проблемы с одним очень сложным заданием, это поливать цветы. Я написала здесь Water Me, что значит полей меня. Аппетит, аппетит, может, приятного аппетита, я не знаю, французский, немецкий forever. И вот я хотела бы еще какую-нибудь такую миленькую полосочку с цветочками, потому что весна, настроение. Здесь должен быть вот такой зигзаг, и он очень-очень плохо отклеивается. Я прям не могу это сделать, и я ее порвала, не знаю, выкину, наверное. Ну, ладно, за такую цену для этих наклеек это еще упростительно. Не знаю, тогда давайте возьмем просто прямую, наверное. Ну, вот, с прямой все хорошо. Я просто победитель по жизни. Вот это та наклейка, которую я все это время искала. Потому что в понедельник в городе у меня будет аж где-то 17 градусов, и это очень много, потому что вот это все время было холодно достаточно. Спринг. Лидия и Эрнест, с именинами вас. Простите. Хочу еще заполнить это пространство, хотя, возможно, какие-то дела у меня прибавятся. Шопинг. Вот это именно та наклеечка, которая мне надо, да. Надеюсь, что он все-таки удастся, хотя бы на этот раз. Вот, блин, здесь есть чашечки, и теперь придется чайную вечеринку организовывать со своими игрушками для взрослых. Я про вертолетик, если что. Victoria's Secret, рубашечка в клеточку, но я выбираю вот это сердечко. И приклею я его вот сюда, на то место, где у меня будет свидание. Я вот поглядываю на эту наклеечку, потому что мне нужно купить лампочку, но здесь есть какая-то надпись, и что, если это на самом деле значит, что мне пришла в голову гениальная идея, а я ее приклею, и какой-то китаец найдет мой ежедневник и скажет, ты что, вообще кукуй, девочка? Чайок у меня вечером, когда я буду практиковать, делать упражнения в статистике. Еще было бы уместно прилепить куда-нибудь этот good luck, потому что по английскому у меня тест. Но чего-то он никуда не вмещается, поэтому будем надеяться, что удачи мне не понадобится. Приклею слезку. А вот это та самая слезка, только что-то подсказывает мне, что это дождь. И опять какое-то асхаламене. Приклеила я ее сюда, потому что плакать я буду перед магазином, если там опять будет куча народа. Думаю, мне хватит уже его украшать. Если вы хотите еще такое видео, то у меня есть еще вторник, среда, четверг и вообще еще до конца целого года очень много страниц. Так что, чтобы вышло еще такое видео, то поставьте этому палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Па-па-па-па. Субтитры сделал DimaTorzok